здравствуйте господа и дамы давайте немного поговорим про банду лосинах которая откровенно терроризирует синематограф кто-то должен был это сделать и думаю что моя скромная персона не является первого на этом поприще однако я подумал почему бы не забить свой гвоздь в крышку этого гроба не хочу показаться резким но в последнее время глядя на весь этот конвейер обтягивающего трикотажа мне невыносимо хочется блевать комбинат по выпуску супергероев окончательно слетел с катушек захватив большие краны и самопровозгласил себя значимой частью киноискусства знаете ей сам как-то следил за всеми этими суперменами пауками и железными человеками и прочей армии тьмы но давайте будем откровенны супергерои давно сдохли а вся эта армия клонов выращена только с одной целью срубать килограммы зелени из кинотеатров игр и фигурок продающихся на привокзальных киосках обогащая при этом создатели этого безумного трипа невероятно наполненные сюжетами и несомненно глубокие по содержанию вселенные мне в последнее время все больше напоминает совокупляющихся помойных шавок пытающихся найти на свалке бездарности то что мы называем годным контентом но в итоге лишь высирающих очередное дерьмо вся эта супергеройская сага больше похоже на обитатели дурдома в голове которых интриги драки и конечно конечно спасение мира куда же без него всем в этих грёбанных супергеройских вселенных больше нечем заняться кроме как захватывать разрушать и убивать всех к чертовой матери на матушке земле хоть бы раз это стадо клоунов заявил из своих костюмчиков скажем свой родной федеральный резервный банк сша и задала бы им пару вопросов об их деятельности а вот эта сцена она смотрится настолько смешно что при ее просмотре у меня ощущение как будто я смотрю порно вместе с родителями кстати по поводу костюмчиков кто-то думает что я излишне придираюсь но че у них снарядами ощущение будто все это стадо вышло не со страниц сценария а прямиком из дешевого стрип-клуба вы можете возразить что это такой стиль и хорошо пусть так но всему эти разумные пределы как-то слабо представляю себя как здоровенный мужик который вдруг очухался с очередной супер силой первым делом побежал в магазин за лосинами и если 20-30 лет назад все эти идеи смотрели свежо то сейчас они больше похожи на старую проститутку отчаянно трясущую обвисшей сиськой в попытке очаровать очередного любителя дешевого эндорфина а то что нынешние супер херы практически не носят маски светя своими помятыми а иногда откровенно старыми опухшими рожами с явными следами алкогольного габитуса и прочих радости реальной жизни совершенно перестало смущать весь этот инкубатор слабоумия и отваги суперспособности в которых и заключается основная изюминка уже не цепляют как раньше ведь по сути кульминационный интерес к супер хиро заключается именно в том кто кому и что самое главное как наваляет по щам но не надо говорить что в этом и есть фишка до 20 лет назад это было интересно однако сейчас этот ферзь дошел до своего финала и уже давно превратился в срубленную пешку отыграв некогда решающую роль в партии за интересы кошелек зрителя есть еще одна проблема благодаря тому что они такие крутые и их практически невозможно убить сценаристы изображая плаксивую и дешевую душепещательную драму иной раз убирают того или иного персонажа на все это лишь жалкие попытки развести зрителя на эмоции причем тем же самым сценаристом ничего не стоит в дальнейшем оживить труп ведь это мать его супер герой беспроигрышная ситуация более того примитивные штампы поведения заставляют смотрящего на подсознательном уровне осознавать собственное бессилие в сравнении с выдуманными микки маусами в обтягивающих штанишках вдобавок укрепляя в его извили не понимание того что враг это всегда явный персонаж действующий известными методами и рано или поздно открывающий или даже вовсе не скрывающий свое истинное лицо однако этот психологический трюк распознать не так просто как кажется кстати по поводу этих самых трюков супергероид просто икона халявы серьезно если тот же бэтмен который по сути не является полноценным супергероем как-то коптел старался и прочее это герой за которым действительно стоит серьезный психотип то подавляющее большинство остальных это просто толпа неудачников которым подвернулся случай попасть в типа какую-то передрягу из которой они потом выбрались супер героями класс что может быть лучше никакой работы над собой никаких тренировок и прочего как в старом добром фильме поскользнулся упал закрытый перелом потерял сознание очнулся суперспособность если это мне напоминает избитую фантазию о том как имея за плечами ипотеку разбитый соляриз какой-то момент вытаскиваешь лотерейный билет и вот ты уже на яхте обнюханный коксом в десятка моделей довольны и успешный гип-гип мать его так ура жизнь удалась супергероя в какой-то степени попали в ловушку они не могут остановиться пока приносят деньги подобно белки в колесе а сценаристы уподобились марионеткам без собственной воли и вся эта мышиная возня конечно пытается прикрыться физиономиями известных актеров конских бюджетов агрессивного рекламного хайпа и прочего на будем откровенны и вся эта помойка тщеславия уже порядочно смердит однако пока безумная толпа сломя голову валит в кинотеатры на очередную серию спасители человечества ее создатели наблюдают а со стороны считают зеленую бумагу и более того им намного выгоднее понижать градус качества ведь если они будут его повышать то с каждым разом придумывать новые емкие качественные сюжеты вводя продуманных до мелочей персонажей станет намного сложнее потому что невозможно постоянно подогревать интерес публики одними и теми же фокусами и сверкающая гирлянда из спецэффектов голых жоп и плоского юмора уже не способна скрыть за собой мертвую рождественскую елку продолжать ли участвовать в этом марафоне карабаса барабаса решать каждому однако помните нет большего оправдания бездарной игры актера чем без кусица зрителя и поощряя все это месиво своим кошельком мы сами как бы ставим свой большой денежный лайк обезумевшим отвалящегося кэша компаниям они в свою очередь продолжают штамповать эти бессмысленные гонки латексных кукол вместо того чтобы наконец-то заняться делом и создавать действительно качественный продукт благо для этого у них имеются абсолютно все ресурсы что ж на этом пожалуй все суть думаю вы поняли разбирать дальше это грязное белье не имеет никакого смысла но я прощаюсь с вами это был пилотный выпуск шоу помидорка я не буду лишний раз напоминать вам о том что ваши лайки и комментарии помогают продвижению видео а следовательно ускоряет его возможность следующий выпуск вы все это и так прекрасно знаете до новых встреч всем удачи